В любое время и эпоху драгоценные камни привлекают внимание ценителей. В первую очередь при оценке учитывается вес кристалла, частота и насыщенность цвета, а также прочность и место, где обнаружили самоцвет. Мы уже рассказывали на портале «Бизнес-заработок» про самые дорогие награды мира. Благодаря собранным данным наши эксперты составили топ самых дорогих камней в мире. Этот драгоценный камень считается одним из самых дорогостоящих кристаллов в мире. Цена за один карат может достигать 1,0000000. Он прекрасен, но необычайно редко встречается. Месторождения бриллиантов находятся в Австралии. Но обнаружить их крайне сложно, в среднем удается найти только несколько камней за целый год разработок. Большую ценность представляют экземпляры от 0,1 карата. На Смитсоновской выставке был выставлен красный алмаз, вес которого примерно 5 карат. Не так давно цена на красный бриллиант около 1 карата составила триллион долларов. Камень получил свое название благодаря ученому Альфреду Грандидье, который смог дать ему описание. Редкий и в то же время удивительный камень нежно-голубого цвета, переливающийся белым, зеленым и голубым оттенками. Согласно официальным данным, только 8 найденных камней Грандидьерита в мире подходят под установленные стандарты. Поэтому их цена около 100 тысяч долларов за карат. Название этого минерала переводится как «Восход солнца». Это во многом связано с его цветом, состоящим из трех оттенков – оранжевого, розового, красного. Добыча камня осуществляется только в двух местах – Мадагаскар, Танзания. Из-за редкости под Параджи его стоимость составляет от 30 тысяч долларов за карат. Иногда можно встретить поделку, когда за ценный минерал пытаются выдать одноцветный сапфир – оранжевый или розовый. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Часто попадаются корунды, поменявшие цвет вследствие нагрева, которые продают под видом под Параджа. У них довольно высокая ценность. Но это корунт. Еще один драгоценный камень. Преимущественно округлой формы, обладающей насыщенным зеленым цветом, притягивающим взгляд. Как и у всех минералов, представленных в списке, цена напрямую зависит от редкости. Поэтому один карат жидиита обойдется в 20 тысяч долларов. Добыча империала производится на месторождениях в таких странах, как Япония, Мексика, США, Китай, Казахстан. В древности люди были уверены, что этот самоцвет способен оказывать воздействие на погоду. Самоцвет по праву считается самым красивым и популярным среди ценителей ювелирных изделий. После огранки его следует называть иначе бриллиант. От блеска и перелива его граней при попадании света невозможно отвести взгляда. Благодаря такому качеству, как высокая твердость, алмаз востребован в разных сферах. Например, при производстве техники. По подсчетам ученых, некоторым алмазом может быть до 2,5 миллиона лет. Причем здесь могут встречаться и экземпляры внеземного происхождения. Стоимость каждого кристалла примерно от 15 тысяч долларов за один сити и зависит от степени его прозрачности. А также цвета, который может варьироваться от бесцветного до очень темного, коричного, синего, бывает и черным. Минерал отличается твердостью, но в то же время он хрупкий. Поэтому может дать трещину вместе с паек. Но существует якутид, который был найден недавно. Он обладает особой прочностью. Добыча алмазных месторождений проводится на разных континентах, кроме Антарктиды. Когда речь заходит о самых необыкновенных и дорогих самоцветах, нельзя забывать о рубине. Он представляет собой разновидность корунда сапфира и состоит из окиси алюминия. В эпоху Древней Руси его называли яхант. Рубин может быть коричневым или красным, а наиболее ценный ярко-красный с заметным багряным оттенком. Самые дорогостоящие рубины азиатские. Их цена 15 тысяч долларов за сети. В 2017 году на одном из аукционов удалось продать самоцвет в 25,5 сети за 30 миллионов дол. Но не только на вес нужно обращать внимание, главное четкость, яркость и количество изъянов. Известно, что рубины очень любят носить молодые женщины, так как считается, что именно они придают прекрасным девушкам больше женственности. Добывают рубин во многих странах мира, кроме Антарктиды. Удивительный минерал, обладающий ярким бирюзовым оттенком. Кроме этого, в свете полумрака можно заметить его необычное неоновое свечение. Такая особенность присуща только для параиба. Все его достоинства проявляются после огранки, когда он обретает форму. Сейчас турмалины добываются в Бразилии, на Мадагаскаре и в Африке. Но лучшими считаются те, что найдены на бразильской территории. Турмалины параиба можно приобрести за 15 тысяч долларов. А крупные камни ограняются опытными мастерами. После их цена способна увеличиться в несколько раз. Был обнаружен в Свердловской области в 19 веке и был назван в честь Александра II. Самоцвет поражает своей красотой и способностью изменять цвет при разном освещении. Свет солнца заставляет Александрит переливаться голубым и зеленым. Искусственное освещение позволяет камню приобрести такие цвета, как красный, фиолетовый, оливковый, пурпурный. Цена может доходить до 37 тысяч долларов за сети. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Основные месторождения Бразилия и Мадагаскар. Самоцвет, который встречается нечасто и только в американских штатах. Юта и Нью-Мексико. Берилл имеет яркий малиновый цвет. Его особенности – твердый, но может быть хрупким. Прозрачный и имеет стеклянный блеск. Насыщенный цвет. Бигсбит попадается очень редко, поэтому стоит дорого 10 тысяч долларов за сети. Настоящий изумруд стоит от 8 тысяч долларов. Но это редкость. Обычный сапфир, синий или голубой, стоит 6 тысяч долларов. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. В составе изумруда бериллий и алюминий. При любом освещении он сохраняет натуральный оттенок. Дорогой экземпляр заметен сразу, благодаря неидеальной форме и непрозрачной структуре, а также интенсивной окраске. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.